Здравствуйте! Современные психологи говорят о том, что у каждого человека в подсознании остаются воспоминания о периоде еще до его рождения и о первых днях его жизни. Поэтому очень важно то, что мы даем своему ребенку в этот период. Как давать ему в этот период самое лучшее? Об этом мы говорим сегодня. И искать ответ на вопросы нам помогает психолог Надежда Владимировна Косинчук. Надежда Владимировна, рада вас приветствовать в студии нашей. Здравствуйте! Казалось бы, что серьезного мы можем дать своему ребенку, когда он находится еще в материнской утробе? Что он понимает? Что он слышит? Что он может воспринять? И когда он только родился, проходят первые месяцы от дня его рождения, ну что вообще он может действительно воспринять? И что может остаться в его памяти? Однако психологи говорят, что этот период очень важный. Почему и чем он важный? Что воспринимает ребенок в этот период? Хочется узнать. Да, это очень интересный вопрос, современный вопрос, потому что, например, когда я готовилась стать мамой, отношение к этому периоду, периоду перинатального развития было совсем другим. То есть мы просто находились в ожидании ребенка. сейчас же существует очень много подготовительных различных школ. Школы для отца открыто, открыты школы для даже бабушек и так далее. То есть все субъекты воспитания сегодня как бы могут повышать свой образовательный уровень. Ну и, конечно же, самым главным является эта позиция мамы, потому что она органически, вот эти девять месяцев и даже после рождения, первые месяцы, она органически связана с ребенком. И фактически ребенок в этот период живет полностью психической жизнью матери. То есть он живет ее состояниями, ее образами, ее впечатлениями, ее вкусами, ее настроениями и так далее. Поэтому очень важно, чтобы будущие мамы, осознав себя мамами уже с периода зачатия или с момента зачатия, действительно уже входили в эту роль с самого начала ожидания рождения ребенка. Что нужно делать в этот период? Некоторые советуют разговаривать с малышом, говорят, что важно, чтобы папа гладил живот и малыш уже узнавал потом его голос. Вы знаете, для меня очень ценным является опыт моего папы. Не так давно он поделился им однажды, когда он совершал служение, посещая одну семью. Он буквально вот так случайно натолкнулся на такую ситуацию. Вроде бы все разошлись по комнатам. Он лег отдохнуть, потом встал, захотел попить воды. Открывает дверь на кухню и видит эту сцену. Супруга сидит на стуле, муж преклонил колени, обнял живот и молится. У нас в семье четверо детей. Я помню, как со слезами папа рассказывал свои впечатления от этой сцены. Когда я это увидел, мое сознание пронзило такое откровение, как это замечательно, как это правильно. Вот этот, можно сказать, непосредственный контакт с будущим сыном или дочерью в объятиях будущего папы, в таком вот эмоциональном контакте с своей супругой. В общем, я тоже восхищаюсь, потому что, к сожалению, в наше время не было подобного подхода. Я восхищаюсь вот тому, что сегодня в целом, как откровение получили молодые папы, будущие папы и мамы относительно того, что действительно ребенок чувствует, ребенок даже созерцает, например, от яркого света, он начинает щуриться от соответствующих звуков, например, если это громкий треск там или еще какой-то звук, он вздрагивает, он умиляется мелодичностью музыки и так далее. То есть фактически ребенок воспринимает через некую призму внешний мир, в котором живет его мама, и полностью живет внутренним миром мамы. Поэтому эмоциональное состояние мамы передается на 100% ребенку. Он также волнуется, он также переживает, он вместе с мамой радуется и так далее. А как же быть тогда тем мамам, которые в период беременности нервничают? То есть какой-то период возник, что кто-то ее расстроил, кто-то заставил ее нервничать, или она сама просто очень эмоциональная и все принимает близко к сердцу? Ведь невозможно же все 9 месяцев, это практически год жизни, жить идеально, спокойно, с таким благостным состоянием покоя на душе. Бывает, что разные бывают обстоятельства в жизни. Да, и здесь, конечно, важную роль играют родственники, муж, друзья, родители, близкие люди. В период беременности эмоциональность женщины особенно обостренна. И в первую очередь женщина истощена и эмоционально, и физически, потому что она взращивает еще одного человека. Это очень серьезная нагрузка и психическая, и эмоциональная, и физическая на женщину. Что могут сделать близкие люди для того, чтобы облегчить вот как бы это состояние будущей мамы? Ну, конечно же, львиную долю всех возможных обязанностей возложить на свои плечи. Второе. Оберегать будущую маму от воздействия стрессов. То есть, может быть, где-то что-то и скрыть, умолчать, не посвятить в какие-то там жизненные обстоятельства, или решить до того, как это коснется непосредственно маму и так далее. То есть, наша задача – оберегать женщину от влияния стрессов. Что вы еще можете посоветовать тем родителям, которые ждут малыша? Ну, во-первых, это время, когда родители должны готовиться к тому, чтобы принять в лоно своей церкви вновь рожденного человека. И, конечно, подготовка к этому важному жизненному событию должна сопровождаться всем, что необходимо будет для счастливого детства их будущего малыша. Конечно, когда родители ждут первенца, то, кажется, они готовы сделать все от них зависящее для того, чтобы приход в этот мир их желанного ребенка был самым счастливым. И у каждого родителя вот формируется этот образ самого счастливого ребенка, самой счастливой семьи. Но, к сожалению, наблюдается такая тенденция, что при рождении второго, третьего ребенка, как-то вот этот момент ожидания становится уже обыденным. Мы перебираем вещи и говорим, ага, вот это пригодится. То есть мы не подбираем, может быть, для рождения второго или третьего ребенка – это вещи, предметы, окружение, которое бы соответствовало, может быть. Ну, у нас была девочка, а теперь мы ждем мальчика. Мы говорим, ну что ж, ничего, пусть поносит вещи и от девочки. Я ничего не имею против того, чтобы мы экономно ввели свой бюджет. Но при этом мы должны понимать, что в вопросах воспитания нет мелочей. Все очень важно и значимо. Поэтому и процесс подготовки к рождению второго ребенка и третьего ребенка должен быть также желанным, радостным и носить вот оттенок благословения. То есть важно настроение именно сохранять. Да, какое у нас настроение, что оно должно быть все-таки оптимистичным, добрым. Да, но все-таки, вот, ну, если напряженная атмосфера в семье, ведь при разных обстоятельствах женщина беременеет. Бывает, что не планировала семья ребенка, и вдруг оказывается беременность. Ну что, буду рожать, буду рожать, да. Но все-таки она чувствует, ну, нежеланное, не вовремя, что-то не успели делать. Еще первый там ему, может, полтора года всего. Он такой трудный, там болезни, и тут она опять беременна. Волей-неволей здесь ты начинаешь переживать, волноваться, думать. Как же? Хотя ты готова родить, ты не собираешься делать аборт, ты готова родить, ты понимаешь, что это важно, ну, как бы ценность жизни. Вот какие советы вы можете дать для того, чтобы привести свои мысли в порядок и успокоиться? Да, очень распространенная ситуация. И хотелось бы пожелать, чтобы каждый раз, осознав или узнав, что вы вновь становитесь мамой, женщина настраивала себя на принятие ребенка. Это единственное, в чем нуждается будущий малыш, чтобы быть принятым. Во второй или в третий, или там в некий раз, ребенок нуждается в принятии. То есть нужно все-таки стараться... Настроить нужно себя, настроить. И как бы мы уже ничего не можем изменить в этой ситуации, но мы можем эту ситуацию или ухудшить, или улучшить. Это в нашей воле. Поэтому очень хотелось бы пожелать, мамочки, у вас очень большая душа. Ваше материнское сердце, оно способно вместить и второго, и третьего, и других детей, и своих, и чужих. Откройте его для материнства, для детства. Хорошо. Надежда Владимировна, вот ребенок рождается. И он маленький, он требует просто физического ухода. Но если уж ребенок еще не родившийся, требует, как мы выяснили, и внимания, эмоциональности, и ласки, то тем более, когда он уже родился, и вот уже у нас есть этот живой человечек перед нами. Вот что вы посоветуете молодым родителям, как за ним, ну, как осуществлять уход за ребенком, и в то же время, чтобы он был связан, ну, с какими-то, вот, с эмоциональностью, вот, с добротой. Что делать? И как? В каком настроении? Да, вот период рождения называется периодом кризиса. Кризиса рождения. Для кого? Для ребенка? Для ребенка. Мы должны понимать состояние ребенка. Он переходит совершенно в иную среду. И пока что она для него чуждая. Он был совершенно в ином мире, не схожим ни по каким параметрам с той средой, в которой мы живем. Вот, совершенно и воздушная среда, и тепловая среда, и по тактильным ощущениям – это совершенно иная среда. И, конечно же, необходимо компенсировать ребенку вот то, что он оставил, что он потерял, чтобы он не чувствовал вот такого резкого перехода. И очень правильно сегодня делают врачи, когда после рождения сразу же подносят к груди мамы, чтобы он почувствовал ее вновь, но уже в другой среде. Почему ребенок кричит? Он кричит именно по этой причине. По причине разлуки. И когда ребенка прикладывают к груди матери, он восстанавливает эту связь. А он чувствует, что это мама? Безусловно. Ну, мы не называем, то есть он не может назвать, что это мама, но он чувствует органическую связь с этим человеком. С каким-то человеком он чувствует эту связь. Вот, ну и дальше, конечно же, необходимо сохранять вот это тактильное единство. Да, то есть, ну вот опять же, мы были совершенно научены по-другому. То есть, когда у меня родился малыш и последующие дети, то ребенок, даже пословица есть, да, «Дитя не плачет, мать не разумеет». То есть, мы удовлетворили естественные нужды ребенка, покормили, помыли, перепеленали, положили в кроватку, и он спит. Бодрствует, мама подходит, «Надя, можно я возьму на ручки?» «Мама, не приучай к рукам». То есть, мы старались как-то детей вот изолировать от контактов, если ребенок спокоен. Это, конечно, очень неправильно. Дело в том, что чем больше ребенок соприкасается с телом матери, или отца, или других родных и близких, тем эффективнее осуществляется его развитие. То есть, действительно, то, что приучишь к рукам, избалуешь, это неправильно? Это нет, мы не избалуем, мы, наоборот, простимулируем его развитие. Это один из механизмов его развития. И чем больше, чем мягче будут эти прикосновения, тем эффективнее будет осуществляться психическое развитие ребенка. А значит, мы восстановим с ребенком вновь не только физический контакт, но и духовный. Понятно. Очень интересно, конечно. Очень так вот важно, ответственно. И нужно себя дисциплинировать, нужно привыкать к новому члену семьи. Нужно просто себя посвятить. Посвятить на эту роль. Стать мамой и отдать свое сердце, свою душу, свое тепло своему ребенку. Ну, теперь мы это знаем. Сегодня многие говорят о том, что вот это важно. Теперь мы это знаем, и мы можем своих детей уже воспитывать не так, как их воспитывали 50 лет назад люди. Спасибо вам за участие в нашей программе. Мы еще вернемся к теме воспитания детей в наших следующих передачах. Благодарю вас. Благодарю. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин